Доброе утро, Полтава. 19 апреля 2017 года на улице Метель. Доброе утро, Сергей Станиславович. Шоу у нас в городе? Да, неожиданный апрель. С утра уже проверил информацию, которая у нас есть. За ночь упало 7 деревьев и одна опора горсвета. Пору горсвета сейчас уже убрали, сейчас занимаются декоративной культурой, теми упавшими деревьями, там где ветки, там где возможности, они сразу распиливают и увозят. Где нет возможности, на данный момент сейчас убирают с дороги и оставляют на поту. По чрезвычайным происшествиям, за вчерашние сутки у нас поступила информация о двух чрезвычайных происшествиях. На Покровской, 4, смерть на производстве, 57 лет, естественные причины. И на перекрестке улиц Грушевского и Проволка-Токарного горела машина КТП-1628. Но там вызов в принципе не подтвердился. Весьма вероятно, что там была просто заныбленность в мусорном контейнере, получается. Я так понял, что все там нормально, созванивались КТП, никаких посредств тяжелых нет. Уже около 7 утра нам поступило сообщение о нахождении двух опасных предметов на Южном вокзале, в зале ожидания. Сейчас направили туда все службы, информация будет попозже. Ну, в принципе, по коммунальным службам тоже ситуация довольно напряженная. Вчера тяжелые были сутки, очень много звонков, телефоны не умолкают. Люди просят сейчас включить это племя. Также сейчас же посмотрели в новостях, ну, так ради интереса. Ну, пока, я не знаю, нам, по крайней мере, информацию говорят, что в некоторых городах включают, но я где не смотрю, где не мониторю. Ну, я слышал, в Кременчуге парк больниц, и тут только потому, что автономно это... Да, совершенно верно. Тем более, у нас уже дано распоряжение по больницам. У нас, в принципе, есть такие больницы, которые вообще не выключались. Это администрация этих больниц написала заяву на теплосеть. И там, где есть возможности, теплосеть вообще не выключала. И сегодня будем тоже смотреть, сейчас ждем схему, возможно, где у нас включат школы-садники. Значит, просто уже некоторые котельные уже стали после зимы на плановый ремонт. То есть, в принципе, некоторые котельные уже в данном случае будут тяжело запустить. Ну, это похолодание, наверное, ожидается до 23-го числа. Пойдем. Попробуем сейчас, где мы сможем. Я думаю, что подадим тепло в большинство школ-садиков. И я думаю, что с больницами тоже проблем не будет. По погоде что у нас? По погоде. Это сегодня нам передают днем плюс 4, плюс 6 градусов. Очень сильный ветер в 15-20 метров в секунду. И, опять же, дождь с мокрым снегом. Днем ожидается усиление осадков и заморозки на громке тоже на 2-го. Кто посадился, кто отсеялся, рискует? Значит, в принципе, солитрусы у нас на дежурстве. То есть, ну, понятно, что уже песком солишь, уже никто сыпать не будет. Но только у нас берется, мы видим, что гололед. Мы реагируем на все заявки. Кто к нам обращается, поговорим, что работаем с патрульной полицией, где они проезжают ночью по городу. Смотрим, что подъемы, такие как Ленина улица, или шляхопроводы, там, где надо сыпать, будем сыпать соли. Потому что водители аж уже перебулись на летнюю резину. Ну да. Поэтому это вызвание. Прежде чем звонить с просьбой об отключении отопления, подумайте, что может быть завтра. Вот так как сегодня у вас все. Да. Но я вижу в окно, здесь я вам хочу показать. Трехгривневые маршрутки. То ли акция, то ли шо у них тут будет происходить, не знаю. Экс-депутат тут что-то бегает, тоже видел. Что-то происходит, но я постараюсь быть в курсе. Если что-то такое прецедентное, я вас подавлю в известность. Всем пока.